добрый день уважаемые зрители и слушатели с вами канал геоэнергетика инфы и я борис марсенкевич и сегодня вдвоем с присоединившимся александром фроловым мы попробуем разобраться с одной из новостей минувшей недели о том что же случилось с компанией газпром германия что за события были что они могут значить и радоваться нам этому или огорчаться александр добрый день приветствую всех присоединившихся наверное давайте поясним что за зверь газпром германия газпром германия это как следует из названия дочернее предприятие газпрома который входят несколько подразделений которые занимаются массой интересных вещей то есть это холдинговая структура на самом деле газпром германия это головное предприятие вот в эту структуру например туда входит газпром маркетинг и трейдинг которые занимаются бы не поверите маркетингом и трейдингом то есть среди прочего газпром германия через свое дочернее предприятие занимался работой на европейских биржах ну в том числе на европейских биржах как раз на деятельность на деятельность газпром германии пожаловался точнее деятельность газпром германии порадовала наверное главу министерства экономики германии когда он говорил о том что мы сократили свою зависимость к концу марта от российского газа с 55% до 40%. Упомянув, правда, что это произошло за счет увеличения доли угля в энергобалансе, а также за счет того, что «Газпром» стал меньше работать через биржи, то есть поступление «Газпромовского» газа, который покупался на бирже, прекратилось. Ну вот, собственно говоря, представляете, как мало этим людям нужно, чтобы их порадовать, для понимающих. То есть ясно было, что что-то намечается, и, соответственно, предпринимались некие шаги. Дальше. Кроме «Газпром Маркетинг и Трейдинг», там есть ряд подразделений, которые занимаются хранением газа. И, кроме этого, там также... Хранение газа – это компания «Астора», зарегистрированная в Германии, юридическое лицо управляет подземными хранилищами газа «Рэдден», «Йогум». На территории Германии, по-моему, все. Также есть несколько других подземных хранилищ, в которых «Газпром Германии» имел долю. То есть это либо совместные предприятия, либо это просто некая доля была. То есть, к примеру, с нашими друзьями из «Фербунденсгаз» велись разработки на одном из крупных подземных хранилищ. Ну, достаточно, наверное, сказать будет, чтобы не загружать именно подразделениями, какие конкретно подземные хранилища входят. Там их всего 10 штук для понимания. То есть «Газпром Германии» имел долю примерно в 10 подземных хранилищах газа. Но суммарная мощность этих подземных хранилищ составляет порядка 6 миллиардов кубических метров. И эта мощность росла. Извините, я перебью. Почему? Мы перечисление этих подземных хранилищ начинаем с «Рэддена». Это крупнейшее подземное хранилище на территории Европы. Безусловно. Активная мощность, правда, как-то по-разному везде пишут, то ли 4,2 миллиарда кубометров, то ли 3,9. Можно просто сказать 4. Ну да, для простоты. То есть для понимания. В Европе относительно небольшие подземные хранилища. Но совокупная их мощность сейчас составляет примерно 104 миллиарда кубических метров. Поэтому если мы говорим про «Газпром» как участника этого процесса, то он занимает лишь небольшую долю в подземных хранилищах газа на территории Европейского Союза. Я напомню, что именно «Газпром», по мнению многих европейских чиновников, виноват в том, что подземные хранилища газа в Европе не были в должной мере наполнены. В особенности он виноват в том, что не были наполнены его хранилища. Это оказало огромное влияние на все совокупные запасы. То есть было запасено примерно 78 миллиардов кубических метров. Но вот если бы еще пару-тройку миллиардов добавил «Газпром», тогда бы все было хорошо. Ну, опять же, для понимания того, как пытаются перевести стрелки. Друзья, прошел первый месяц с того момента, как YouTube снял все виды монетизации на территории России. И несмотря на наши опасения того, что нам придется прекратить проект «Геоэнергетика.Инфо», мы продолжаем уверенно работать, уверенно работать в том же ритме, который был и ранее. Это возможность у нас имеется только благодаря вашей помощи, вашей поддержке на всех тех видах помощи, которые предлагаем мы в каждом нашем выпуске. Огромное спасибо всем за ваше участие. Надеемся, что сможем продолжать работать и дальше. И в очередной раз я вынужден сказать, что мы рассчитываем только на вашу помощь. Это единственный способ сохранить независимость нашего канала и потихоньку пытаться набраться сил для того, чтобы развивать этот проект немножечко дальше, немножечко шире, хотя условия для этого не самые подходящие. Всем большое спасибо за вашу поддержку. Далее. «Газпром Германия» занимается также заправкой газом. То есть есть несколько газовых заправок в Германии, в первую очередь, и в Чехии, которые принадлежат «Газпром Германии», и где осуществляется заправка транспортом метаном, компримированным, и были проекты, связанные с жиженным природным газом. Вот как бы это три основных направления, по которым «Газпром Германия» работала и продолжает работать до сих пор. Если посмотреть чисто хронологически, то первоначально звоночек прозвучал со стороны правительства замечательной страны ФРГ, которая заявила, «А мы национализируем общество «Газпрома» на своей территории». А как вам это понравится? «Газпром» это так понравилось, что «Газпром Маркетинг и Трейдинг» прекратил закупки газа, потому что раз вы так интересно поступаете, ребята, прекращаем пока работать. И продолжил отбор из своих подземных хранилищ. Некоторые горячие головы стали говорить о том, что «ну все, просто под ноль он вычистил свои хранилища». Нет, ну что вы, под ноль? На некоторых целых 2,5% осталось активных запасов. Где-то чуть побольше. В Редене побольше, если в миллиардах кубометрах, а если в процентах, то 0,5%. Ну вот, огромная величина, как вы понимаете. То есть местами осталось столько, что, я думаю, власти ФРГ очень обрадуются, когда захватят эти объемы, а по сути они именно это и сделали. То есть они перевели, они не стали проводить национализацию, но они провели псевдо-национализацию, переведя «Газпром Германии» под внешнее управление, под управление федерального сетевого агентства. Это, конечно, было очень интересно. Этот шаг был очень интересен. По сути, он выводил компанию из структуры «Газпрома» и переводил их под структуру государственных, под одну из государственных структур в самой Германии. Ну так, для понимания, как осуществлялся этот, на мой взгляд, рейдерский захват. Я несколько бюрократических уточнений внесу. Что касается заполнения, принадлежащих «Газпром Германии», подземных хранилищ газа на территории Германии. Этим занимались две трейдинговые компании «ВИЭХ» — это аббревиатура, и «Вингаз». Обе компании с 2015 года на 100% принадлежали «Газпрому». Это один момент. Второй момент, почему не случилась национализация, а случилось именно внешнее управление. «Газпром», отказавшись владеть «Газпром Германия», продавал свои акции некой новой компании, и власти Германии, апеллируя к тому, что сделки с критически важными элементами инфраструктуры должны проходить через утверждение правительством Германии, а поскольку вот эта процедура согласования проведена не была, на всякий случай перевели под внешнее управление, получив право вывести из состава правления всех, кто им не нравится, получив право принимать любые организационные решения, деловые решения и так далее. А будет ли это национализироваться или нет, это уже будут решать, разумеется, судебная власть. Пока только внешнее управление. Ну, то есть в данной ситуации мы имеем поступок, который лежит в общей логике Европейского Союза. Я поясню, что имею в виду. Они очень любят ставить телегу впереди лошади, они очень любят заниматься вопросами инфраструктуры до того, как решены вопросы поставщика. И, как это ни удивительно, но если вы захватите подземные хранилища газов, газовые заправки и трейдерскую компанию, то это не решит ваш вопрос о наличии ресурсов газа на вашей территории. Потому что то, что вы захватили, является лишь одним, лишь точнее тремя звеньями где-то в середине цепи, которая начинается где-то в Западной Сибири, на Ямале и так далее, в тех районах, где у нас производится газ. Наши друзья не понимают наши европейские друзья, не очень понимают, что проводя подобного рода операции, они скорее вредят самим себе по той, опять же, простой причине, что задача их, по идее, должна стоять усилить свою энергетическую безопасность за счет получения дополнительных поставок газа. А если вы захватываете, условно говоря, если вы захватываете трубу, по которой должен идти газ, то газ не самозарождается в трубе. Газ зарождается в месторождении. Оно так и называется – месторождение. Стоп, стоп, стоп. То есть в хранилище газ сам по себе не появляется? Это шок. Я понимаю, это шок, трепет и вообще удивительные события. То есть даже если сейчас наши горячо любимые друзья, если суммировать все подземные хранилища, в которых есть доля «Газпрома», если они там завладеют объемом до миллиарда кубических метров, давайте мы в их пользу подумаем. Там на самом деле гораздо меньше, но вот до миллиарда. Ну хорошо, миллиард – это много или мало? Миллиард – это на 3-4 дня потребления Германии. Для, опять же, понимания масштаба. Это не тот объем, который… На самом деле там меньше. Там речь идет о, дай бог, паре сотен миллионов кубических метров. Но, опять же, люди захватили. Что делать дальше? Вам все равно придется где-то искать поставщика, который будет это все заполнять. Я почему говорю, что это стандартное поведение Европейского Союза, потому что Европейский Союз в последние 20 лет искренне считает, что достаточно создать инфраструктуру и газ самозародиться. Достаточно построить СПГ-терминалы. Достаточно объявить о том, что вы будете строить некую трубу под названием «Набука». Достаточно объявить, что вы построите некие газопроводы с севера-юг, запад-восток, вверх-вниз, право-лево, и газ в них появится. Вот каким-то образом это решит проблему поставщиков. На самом деле делается не так. Я, опять же, я не понимаю, почему это не доходит у европейских чиновников, но это делается не так. Делается не так в следующем. А как делается? Вы идете к поставщику потенциально, вы говорите, ребята, у вас есть газ, нам нужно вот столько. Если вам говорят, да, есть, вы присылаете свою компанию или едете сразу с представителями компании, которые будут газ покупать. То есть Олаф Шольц, если приезжает, и даже целый министр экономики, то вот они не могут купить газ. Должен ехать представитель какой-нибудь компании. Например, ОМФАУ. Ну, допустим, она тоже работает на немецком рынке. Вот, она приезжает, представитель ее подписывает контракт, покупает газ, поставляет на внутренний рынок Германии. Или вам говорят, нет, ребята, газа нет. И тогда вы идете искать дальше. У меня есть одно объяснение, почему вот европейцы постоянно считают, что достаточно построить, объявить о строительстве или украсть инфраструктуру, и проблема решится сама собой. Европейцы до сих пор уверены, что они являются рынком покупателя, что они сверхпривлекательный рынок, на который хотят попасть все поставщики. И нужно просто дать им такую возможность. То есть они исходят из логики. Мы сейчас дадим возможность, и к нам понабегут. А то, что вы не поговорили... Казалось бы, съездив в Катар, где был задан вопрос, у вас газ есть? Есть. А вы его продаете? На что Эмир Катар вежливо сказал. Нет, показываю. Казалось бы, уже можно задуматься. Уже можно задуматься. Но нет. Почему же только показывают? Три четверти этого газа они вполне нормально продают в Азию. Там они не показывают. Там они не продают. Там продают, а тут показывают. Да. Уже был бы повод задуматься. Но нет. Но нет. К сожалению, это привод приводит... У меня нет другого объяснения подобного рода поведения. То есть, опять же, хорошо, вы захватили компанию, которая занимается заправками. Но если у вас не будет поставщика газа, то смысла в этой компании нет. Вы захватили ПХГ. Вы при том передали под управление федерального сетевого агентства и дальше начали бегать по рынку, предлагая какие-то кредиты дополнительные компаниям, которые захотят купить эти активы. То есть, что выглядит максимально некрасиво. Вы вроде бы этими активами всего лишь управляете. Но, опять же, это слухи, которые просочились в прессе. То есть, про передачу федеральному сетевому агентству это вот объявлено. Это так и есть. Это правда. Дальше. Газпром выпускает новость о том, что в связи с последними событиями Газпром Германии и Газпром Маркетинг и Трейдинг не имеют права пользоваться товарным знаком Газпром в своих названиях. Все. То есть, Газпром сказал, ребят, не хотите, ладно, нам этого не надо. Притом, безболезненно ли это для Газпрома? Нет, ни в коем случае. Газпром на протяжении последних лет 15, как минимум, выстраивал свои взаимоотношения с Германией, в целом с Европой, таким образом, чтобы допускать до своих проектов на территории Российской Федерации только в том случае, если его допускают до конечного потребителя внутри Европейского Союза. И вот Газпром Германия была одним из таких крупных предприятий, которые как раз и позволяли иметь доступ к этому конечному потребителю. То есть, фактически, сейчас отсекли этот сегмент. Но проблема ведь в том, что, ну, не проблема, дело-то заключается в том, что, хорошо, вы отсекли сейчас, вам это, Германия, что приносит? У Газпрома не будет возможности заправлять ваши автомобили метаном. Не вопрос, всё понятно. Газпром не будет наполнять, видимо, самостоятельно подземные хранилища газом. Хорошо. Правда, Газпром сохраняет возможность использовать другие мощности в качестве компании, которая будет покупать хранение как услугу. Это, ну, не так дорого стоит. То есть, арендовать ёмкости для хранения. Вот так, чтобы было понятно. Года. Тут ещё один момент про ПХГ. Мы, наверное, не упомянули, но уж не получилось упомянуть раньше, упомянем сейчас. С 2009 года подземные хранилища газа в Европе, мощность подземных хранилищ газа в Европе увеличилась с 65 до вышеозначенных 104 миллиардов кубических метров. Это произошло во многом благодаря усилиям Газпрома и его европейских партнёров. И сейчас ряд подземных хранилищ, которыми управляет Газпром, или вот в которых он обладает некой долей, например, вот это вот подземное хранилище с фербунденсгазом, они расширяются. Там были планы по расширению до второй половины 2020-х годов. Притом местами расширение должно было составить, ой, дай бог памяти, примерно 50%. Да, разумеется, в абсолютных величинах это не очень много, но тут 50%, там 20%, и в целом мощность подземного хранения и дальше бы увеличилась, ну, вероятно, она была бы доведена не только Газпромом, а в целом в ближайшие лет 5 до 110-115 миллиардов кубических метров. Учитывая планы Германии по увеличению спроса на газ, увеличению мощности подземных хранилищ было необходимым шагом для усиления энергетической безопасности, то есть того его сегмента, который касается надёжности поставок в период кикового спроса. И вот сейчас Германия в лице своего мудрого руководства, вот эти мудрецы взяли и сказали, «Ребят, нас это всё не интересует, мы будем этим заниматься централизованно». Сначала Федеральное сетевое агентство, а потом у нас ещё есть планы по созданию централизованного органа, который, общеевропейского, который будет непонятно, что конкретно делать, но газа у нас в подземных хранилищах будет не менее 80% от мощности. Ещё раз, они не знают пока, по крайней мере, нету каких-либо документов, комментариев, пресс-релиза, которые бы касались работы вот этого потенциального централизованного органа, общеевропейского. Но, видимо, стырить подземных хранилищах у «Газпрома» лежит вот в логике создания этого общеевропейского органа. Нет, либо это откровенная тупость. Я не исключаю, что это была откровенная тупость и непонимание... Я думаю, здесь далеко идущие планы. Потом можно запросить, допустим, Министерство промышленности и торговли России с тем, чтобы передали из архива документы госснаба. И будет новая европейская компания госснаб централизованно закупать, централизованно распределять. А? Как тебе такое? Это смело. Это смело и оригинально. Свежо, централизованно закупим, а потом кому-то какую-то долю будем выделять. Вот если Польша красиво прыгает на задних лапках, выделим ей 5 миллиардов кубометров. А вот греки танцуют какой-то странный танец в Сиртаке, поэтому им 1 миллиард кубометров. Откуда на все это будут браться деньги? Кто за это будет отвечать? Кто будет закупать? У кого? Ну, дай бог, там они в мае вроде как собираются, наши европейские друзья, все вместе собраться, посмотреть друг на друга, принять какие-то решения. Возможно, мы что-то внятное на эту тему узнаем. Но пока мы делимся с вами тем, что есть в принципе в информационном поле, есть отдельные слухи, опять же, которыми нас радует Шпигель. Нас Шпигель вообще последние пару месяцев очень радует. Но тут он нас порадовал крайне занимательной новостью, крайне занимательным наблюдением. Я позволю себе прочитать выдержку из дайджеста. Она как раз касается деятельности Газпром Германии. Шпигель публикует статью о компании «Палмери», запомним это название, которая стала владельцем Газпром Германии. То есть, вроде как есть управление федеральным сетевым агентством, вроде как люди сидят в кестеле и говорят, нет, ну мы удивились, конечно, тут у нас начальника сбросили, но мы продолжаем работать, как работали. А тут уже, оказывается, радует нас Шпигель, что у компании уже появился владелец. «Палмери». По информации издания, владение компании было передано человеку, который работает диджеем в московском клубе. А в качестве бизнесмена он был замечен в торговле автомобилями. Вот, смотрите, заправка газом, торговля автомобилями, что-то рядом. Кроме того, пишет Шпигель, доля «Палмери» на бумаге имеет стоимость в 100 рублей, и тем не менее ей переданы 100% голосов акционеров. Опять же, подтверждений пока нет. Ну то есть, мы сейчас исходим из того, что говорит Шпигель. Притом сотрудники самой «Газпром Германии» комментируют в том ключе, что мы вообще ничего не понимаем, кто нами владеет, кто нами управляет. Мы продолжаем работать, мы не в курсе. Что добавляет несколько идиотизма происходящему. Но суть в чем? Эта компания «Газпром Германия», для понимания ее масштаба и насколько это лакомый кусочек, в том числе для отдельно взятых людей, видимо, в правительстве Германии, не знаю. В 20-м году, по 21-м году пока нету данных, в 20-м году эта компания заработала, точнее как выручка этой компании составляла 12,7 миллиарда евро. И она владеет, что особенно тревожит наших немецких друзей, она владеет критически важной инфраструктурой. Поэтому к ней, собственно говоря, и прицепились. Но понимание, еще раз завершаю про инфраструктуру, понимание того, что инфраструктура – это еще не все, это нечто, обслуживающее что-то. То есть сама по себе инфраструктура – это что-то, что строится для выполнения неких работ. А сама по себе она в отрыве этих работ мало кому нужна. Ну, что ж, посмотрим, как быстро это дойдет до... Сейчас в твоих словах послышалась детская песенка «Вот горшок пустой, он предмет простой». Горшок... Так, нет, горшок никуда не денется пустой. Да, что характерно. То есть мы даже не знали, о чем пели герои советских мультфильмов. Герои советских мультфильмов все предсказали заранее. Правительству Адольфа Шульца удалось захватить горшок пустой, который никуда не денется. А вот что с ним делать, Адольф Шульц пока не знает. Ну, будем ждать его могучих организационных решений. Что-нибудь да придумают. На самом деле, один из последних комментариев министра энергетики Германии был о том, с какой скоростью может быть заполнено это хранилище. Он констатировал факт, что сейчас в подземнохранилищной территории Германии 26% степень заполнения. И если заполнять со скоростью полпроцента в сутки, то для того, чтобы заполнить полностью, требуется 150-180 дней. И это даст возможность выполнить норматив по 80% и так далее. И только в самом конце своего комментария он удрученно заметил, что газ будет российским. Да, да, удивительно, удивительно. Удивительно, что инфраструктура, стоящая на российских газопроводах, привязанная к российским поставкам. Ну, что ж. Ладно, мы не будем сейчас дальше глумиться. Мне кажется, это тут уже бессмысленно. Надо следить за происходящим. То есть, с одной стороны, да, для «Газпрома» это некоторое огорчение, поскольку долговыстраиваемый бизнес сейчас с сторонами европейских на букву «П» там что-то было. Вынуждены его ломать. Какую радость это приносит этим европейским людям на букву «П»? Сказать сложно. Мы с Александром не специалисты по этим радостям. По всяким «П» дам. Ну, собственно говоря, остается наблюдать партнерам, партийным партнерам. Нет, партнерским партийцам. Хорошо. Оставим для следующего раза. Мы остаемся в традиционной позиции. Мы наблюдаем. Они делают нам не скучно. Посмотрим, во что все это выглядит. Как ловко сетевое агентство будет управлять горшком пустым. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы прощаемся. Всего хорошего. Будем следить и сообщать вам. Всем спасибо за внимание. Напоминаю, что YouTube продолжает работать, но пошли уже все более серьезные сигналы о том, что в ближайшее время работа этого замечательного средства массовой информации, я даже не знаю, как это назвать, на территории России может быть привлечена в любой момент. Поэтому следите за нашими сообщениями о том, где геоэнергетика.инфо появится в несколько измененном, наверное, состоянии. Ну, подписывайтесь там на телеграм-каналы, на ЦЕН. Можете и на мои телеграмы. Основные новости все-таки будут, видимо, в телеграме. Это наиболее оперативно получается. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.